здравствуйте уважаемые слушатели и смотрители моих роликов а также читатели книг что конечно намного реже сегодня у нас ответы на вопросы которые накопились после карантина они очень разные иногда интересно иногда странные но тем не менее это позволит несколько иначе посмотреть на той чем я занимаюсь начну первый вопрос такой который меня заинтересовал это вопрос о том аутоиммунный ответ он как есть у всех животных или только у человека да у всех животных в той или иной мере есть аутоиммунный ответ но только он принимает другие формы можно почитать книжки начиная с ее мечников мечников собственно говоря говорил о том как у нас происходят клеточная реакция на всякие инфекции на все остальное на вмешательство то есть да наш организм обладает аутоиммунным ответом очень мощным настолько мощным что его иногда при некоторых видах заболеваниях путают даже с онкологией такой есть это отдельная тема для разговора у всех животных тоже в той или иной мере есть и чем выше по эволюционной лестнице мы будем подниматься чем больше будет метаболизм выше метаболизм обмен тем большее значение более яркой реакции имеет аутоиммунного ответа у низших позвоночных там где особенно открытая нервная открытая кровеносная система и часть так сказать организма снабжается кислородом и энергией диффузиона как у насекомых и многих вообще других без позвоночных у них при маленьком размере тела иммунитет собственно построил на клеточных реакций он нас тоже клеточные но системы у нас есть специализированные органы поэтому да он есть у всех но имеет разные формы второй вопрос почему-то читатель несмотря на то что многократно говорил своих роликах писал книг все время спрашивают вот как усыхает мозг мозг усыхает от праздности безделья и не умение думать если вы всю жизнь пользуетесь работой только для того чтобы заработать денег и на их и с их помощью купить еды и самку то о мозге можно забыть потому что данные обезьянье удовольствие даже если они связаны с превращением вас в большого и сладкого бабуина и вхождение в список forbes не помогут мозг засохнет абсолютно также точно если им не пользоваться никакая имитация собственного интеллекта ну как мы видим у популяризаторов науки известных которые сами ничего никогда не делали но зато обсуждают очень активно он такие бабушки на заваренке только намного моложе и намного глупее то же самое с политиками целью которых является доминантность системная в социальной группе обезьян вот только эта группа называется иногда государством вот они за такие же точно абсолютно рискующие своим мозгом люди потому что мозг он не терпит компромиссов если вы им пользуетесь то есть работаете заполняете те функции для которых он предназначен кроме размножения еды и доминантность то мозг вам на это за это платит сохранением им потенции платят тем что вы продолжаете в зрелом возрасте хорошо соображать не на уровне пьяной мартышки и платят тем что вы сохраняете в том числе и психическое и физическое здоровье потому что как я неоднократно говорил в здоровом теле здоровый дух на самом деле одно из двух к сожалению поддерживать и то и другое очень сложно и всегда происходит что-то за счет другого поэтому мозг усыхает конечно да от невостребованности надо им чаще пользоваться как им пользоваться надо думать решать задачи которые до этого не были решены человечеством и природы вот пытайтесь использовать я усыхает он просто до 30 лет он так сказать практически увеличивается очень медленно а потом стабильный период где-то до 50 лет и потом начинает гибнуть по 30 грамм нервной ткани головного мозга примерно за 10 лет то есть три грамма в год ну и соответственно люди скажем так ограниченными с ограниченными интеллектуальными усилиями сильно легчают мозгом концу своей жизни поэтому мудрые старики это те кто пользовался мозгом а не те кто долго прожил как говорила софь борис надзугаева известный анатом середины двадцатого века произнося тост она всегда говорила так молодой дурак станет старым дураком молодой мудрец станет старым мудрецом давайте выпьем за молодых мудрецов к сожалению она права возраст ума не добавляет он позволяет более изысканно маскировать собственную дурость что собственно говоря и хорошо заметно еще есть такие вопросы как я отношусь к к ним а ну даниэль у есть такой ученый в америке сейчас прибывающий который делит мышление на две системы основная его модель думать медленно решать быстро пересказы древних верований меня не интересует даже в изложении психологов хотя и он получил нобелевскую премию за очень странную на очень странную тему когнитивная как рассудочная или поведенческая экономика поведенческая к но может быть поведенческая лингвистика может быть поведенческая политика может были поведенческое искусство ну то есть это такое типичное название нобелевской премии когда давать не за что и пересказы скажем так давно подтухших идей они собственно говоря никакого значения не имеют поскольку это никак не объясняет работы мозга есть еще некоторые вопросы но один из них связан со всякой едой вот у меня на столе здесь лежит сушеные яблочки мармелад и даже появился сыр про сыр отдельный разговор дело в том что я побывал в одном месте посмотрите на него пока я дожевывает кусочек сыра сыр повседневные такие как чеддер утро это один месяц выдержка сыр используется в основном для приготовления еды сэндвичей бургеров бутербродов на все случаи жизни для всей семьи сыр фондю солид это сыр по французской рецептуре с добавкой перечной смеси это ассорти из пяти персов по большому счету чеддер красный это два года выдержка сыр мы все время поэтому проводим дегустации вы как козим сыром относитесь козим очень хорошо да давайте да это уже трюфельный полтора года выдержка сыра очень как вы видите в россии все время появляется что-то новенькое интересненькое особенно в провинции где этих самых владельцев псевдоинтеллекта с чиновничьими регалиями поменьше ну вот посмотрите это место оно интересное сыр разнообразный вкусный я его ем с удовольствием чего и вам желаю я не занимаюсь рекламой я просто говорю о том что мне лично нравится не нравится переключайте канал поэтому мне кажется это будет справедливо ну мне нравится сыр о нем говорю как мне нравится и вот это замечательные цветы которые украшают мой стол это настурция кстати говоря мировая закуска не такое что-то средненькое между речкой и редисочкой всячески советую особенно при нарушении нравственности и и нарушать под такую закуску очень приятно хотя и не приветствуется многие много вопросов по разным книжкам которыми уходит вышла новая версия данном случае серебрального сортинга третье издание стереотипное отличается от предыдущих изданий только обложкой так что у кого есть не покупаете коллекционировать мои книжки бессмысленно когда появляется новое измененное издание тогда это имеет смысл еще есть новая версия изменчивости гениальности пожалуйста надеюсь такая вот как бы сурманская исподняя веселенькая обложка значит она тоже стереотипно это последняя в серии стереотипных изданий имеется ввиду изменчивость и гениальность ну и есть вопросы такие всякие и заливе завлекательные ну например один из читателей говорит что он там помочится себе на голову если я использовал в съемке ролика про русская версия рек тайма который где исполняет музыку кирилл прокопов что не использовался не использовал фильтры фильтры использовал значит два фильтра было поставлено 50 процентный градуальный и fl2 двухкратный то есть бледно-розовый неоди демидиевый фильтр который снимает дымку и неприятную такую в средней полосе сиюливость пространство вот таких два фильтра о них можно прочитать другой мои книжки формат искусства фотографии базовые сведения здесь по фильтрам и по их применению есть но я мог бы сделать и без фильтров это прочтете в книжке если захотите есть так называемые оттеночные диафрагмы которые использовали еще столетия назад так что уважаемые господа я прошу вас быть внимательным к самим себе использовать райское наслаждение а сони особенно их сочетания как например настурция сыром советую особенно приятно смущать гостей вы вкладывать настурцию блага они не знают о том что ей можно закусывать холодненькую водку поэтому пользуйтесь знаниями знание сила и человеческий мозг нам дает много поводов и много таскать основ для подтверждения на этом до свидания выпуск 7 пост карантинный ответов на вопросы закончен удачи вам и крепкого здоровья а